Я еще раз хочу повторить, что я очень рада, что за одним круглым столом в Калмыкии, может быть, впервые собрались представители различных фракций в Народном Хурале, представители трех фракций, и они нашли общий язык. На самом деле, хотелось бы, чтобы такие круглые столы у нас проводились чаще. К сожалению, площадка Народного Хурала не подходит для таких дискуссий, потому что, как я уже сказала, спикер Народного Хурала любит затыкать рты и не давать, и отключать микрофоны. Я считаю, что в республике сейчас уже зародилось и нарастает движение, которое должно вылиться и дать позитивный результат. Позитивным результатом, конечно же, будет отставка главы республики Бату Сергеевича Хасикова со всей его командой. Еще на дебатах в прошлом году во время выборов главы республики я говорила, что с приходом Хасикова у нас возродится Орловщина. Так оно и произошло. Что с приходом Хасикова сенатором от Калмыкии станет Орлов. Так оно и произошло. Многое о чем я говорила, что республике будет введено внешнее управление. Так оно и произошло. Сегодня на ключевых позициях, а именно глава правительства республики Калмыкия, глава администрации столицы республики сидят в аряге. В республике фактически введено внешнее управление. Пора республику вернуть в родные пенаты. У нас есть свои кадры. У нас есть люди, болеющие душой за родную Калмыкию. И республике пора вставать с колен. Для этого, конечно же, нужна вот сегодня несколько раз прозвучало это слово консолидация. Консолидация всех сил. Независимо от партийной принадлежности, независимо от того, к какой общественной организации человек относится. Мы все должны сегодня работать именно на объединение всех здоровых сил республики. Для того, чтобы поменять ситуацию. Ту ситуацию, которая сложилась сегодня, а именно чрезвычайную ситуацию в республике Калмыкия. Я хотела бы, чтобы на эту ситуацию обратили внимание и московские власти. Чтобы все это не обсуждалось только внутри республики. Чтобы вышло за пределы республики. Чтобы московские власти обратили внимание на то, что происходит в республике. И помогли нам с обновлением. Ну, я, во-первых, хочу организаторов Круга Сала поблагодарить за прошедшее мероприятие. Хочу сказать одно. То, что сейчас творится в республике Калмыкия. Мы сегодня сделали ряд выводов. И хочу отметить, что фракция КПРН Народных Уралей с этим не согласна. И мы постараемся вместе с вами, вместе с гражданским обществом. Я спрозвучал о том, что идет из консолидации. Я бы хотел к разговору пригласить, как сегодня отметили мои коллеги, не только политические партии, но и наших уважаемых, авторитетных людей. Которые у нас есть, у нас еще и в республике, которые знают, как справлять такие ситуации. Я хочу пригласить и молодежь, которая сегодня является той движущей силой, которым жить на территории республики, значит, и двигать ее. Я бы хотел обратиться со своими избирателями, жителями республики Калмыкия. Вы нас сильно не ругайте. Почему? Потому что все прекрасно понимают, и мы взрослые люди, то мы зашли в тупик. И, в принципе, с этого тупика мы можем выйти только вместе с вами. Вместе. Я думаю, у нас есть время еще. И самое главное, у нас гражданское общество созрело. И, более того, я хочу сказать, многие общественные организации, политические партии сегодня понимают ту ответственность, которая легла на их плечи. Спасибо вам. Напомнить о сходе граждан, который намечен по нашей инициативе. Как раз по инициативе людей беспартийных. Все, кто придет, приходите с масками. Если господин Хасиков и его васалы намерены проводить фестиваль, почему бы нам не провести сход граждан? Мы придем на сход граждан. И мне очень приятно, что вот здесь вот то, что было написано в моем посте, о том, что нужно, в конце концов, создавать широкое общественное движение. И не против вот этих господ. Не надо. За сохранение республики, за ее возрождение. Я думаю, ситуация уже созрела. И вот этот сход граждан, он будет посвящен всему. Вообще всему, что происходит в республике. И ковиду, и положению в сельском хозяйстве, положению в здравоохранении. И, да, естественно, будут политические вопросы. Поэтому не бойтесь, приходите. И, может быть, это будет как раз тем первым шагом дальнейшей консолидации всех сел. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Даунхуирхудл, 72 небылицы. Рассказ-диалог Кемельхын, приметы 25-го позвонка овцы. И образец гаданий Далын Шиндже, гаданий по бараней лопатке. Представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова. Это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Mendift NB. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн. Текст на калмыцком и русском языках. А также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим ходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.